Футбольный клуб «Луч Энергия» потерпел первый разгром в этом сезоне. Приморцы уступили в гостях лидеру чемпионата – красноярскому Енисею. Хозяева с самого начала матча задавили тигров атаками, в результате которых уже на седьмой минуте открыли счет. Луч после гола проснулся и укрепился в обороне, однако Енисею всего за пару минут до свистка удалось увеличить преимущество и закатать в раздевалку еще два гола – 3-0 к перерыву. Во втором тайме приморцы наконец-то решили тоже поиграть в атаки, но хватило их ненадолго. Вскоре Енисей вновь спокойно принялся расстреливать ворота Котлерова. А на 80-й минуте красноярцы и вовсе заработали пенальти, которые уверенно реализовали. В итоге 4-0 победа Енисея. Следующий матч Луч Энергия проведет уже во Владивостоке. 16 сентября приморцы встретятся с «Питерским Зенитом-2». Спартак Приморья стал серебряным призером Кубка Сибири и Дальнего Востока. В финальной схватке баскетбольного турнира наша команда встречалась с Новосибирском. Решающая игра шла ровно, однако сибирикам повезло немного больше. Именно им достался кубок при итоговом счете 68-58. Самым результативным игроком у приморцев стал Игорь Смыгин, который принес команде 14 очков. Спартак возвращается во Владивосток с серебром турнира, а бронзу забирает хозяин соревнований – баскетбольный клуб «Иркут». Теперь красно-черные будут готовиться к предстоящему чемпионату Суперлиги. Первый матч наша команда проведет на домашней площадке. 23 сентября спартаковцы примут в петербургский «Зенит-фарм». Заработные платы в хоккейном клубе «Адмирал» оказались одними из самых маленьких в КХЛ. Генеральный менеджер моряков Ильдар Мухаметов заявил, что зарплатная ведомость приморской команды является третьей из конца в континентальной хоккейной лиге. И это при том, что бюджет клуба к этому сезону составил более 1 миллиарда рублей. В целом бюджет у нас рабочий, но, к сожалению, очень много денег уходит на вещи, связанные с логистикой. В связи с этим не так много средств остается на зарплаты. У нас даже есть закон, если кого-то приобретаем, то это место приходится освобождать. Также Мухаметов отметил, что сам клуб неплохо зарабатывает. Атрибутика и билеты приносят адмиралу порядка 200 миллионов рублей в год. Напомню, что приморцы уже отыграли свои первые игры в чемпионате. Выездная серия для моряков закончилась печально – 6 поражений в 7 матчах. Теперь моряки стартуют в домашней череде игр, первая из которых состоится с хоккейным клубом «Слован». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.